Музыка Хочу дать несколько рекомендаций, которые будут полезны всем, каждому из вас. Несмотря на то, что все мы индивидуальны, организмы у нас тоже индивидуальны, наше состояние здоровья тоже индивидуальны, несмотря на то, что мы все отвечаем некоторым неким таким общим законам природы и функционируем в общей системе, что это очень важные вещи, на которые следует обратить внимание. И первая рекомендация – пересмотреть свое отношение к употреблению алкоголя. Но, тем не менее, я настаиваю на этом. Да, действительно, для тех, кто, в принципе, я чувствую, что готов, я отменяю это сразу. То есть, если вдруг серьезные болезни определенного рода, я об этом говорю сразу и конкретно. Нужно совсем и убрать алкоголь. Подумайте, по крайней мере. Я знаю, что большинство из вас, подавляющее большинство его в той или иной мере употребляют. Кто-то гордится тем, что он бокальчик вина за ужином пропускает. Кто-то говорит, я вообще ничего не пью, только пиво. Кто-то гордится тем, что последним выключается за столом. Да, да. Тут разные такие моменты. Но, в общем, что хотела бы я сказать. Пока. Это моя первая рекомендация. Обратить внимание на то, что происходит у вас там с алкоголем. Насколько вы с ним часто встречаетесь. Вторая рекомендация. Обратить внимание. Ну, она такая, она тоже емкая. Все три, они такие общие, потому они базовые, общие. Вторая будет о том, что нужно пересмотреть свое отношение к сладкому. Вот знаете, вот алкоголь и конфеты. Ну, практически, обычно, когда я говорю о том, что нужно пересмотреть отношение к сладкому, к тяжелым сахарам, которые нас окружают, они практически везде у нас. В печенье, масла, ну и куча всяких добавок ненужных организму, засоряющих тело. Это сложный момент от сладкого. Отказаться для кого-то будет даже, может быть, даже посложнее, чем отказаться от алкоголя. Для Люни, да, он любит сладкое. Но, например, знаете, карантин, он повлиял на нас очень положительно. Потому что, я тут пару слов скажу про Леонида, потому что он не так часто бывает дома. Он обычно в поездках, приезжает домой, немножко побыл дома и уехал. И он как бы не имел возможности увлечься, вот так вот увлечься этой философией. Но я могу сказать, что мы в карантине с 16 марта. И с 16 марта никакого пива у нас в доме нет. Нет, правильно, уже больше месяца этот организм не впускал в себя ни капли алкоголя. Не могу сказать, что я вообще не могу, конечно, назвать себя даже увлекающимся алкоголем. То есть, ну просто... Ну, Леонид не может так сказать. Из всех напитков алкогольных, которыми я себя баловал в последнее время, это пиво вечером за ужином. Да, это не каждый день, но если это алкоголь, то это пиво. И иногда в качестве апеллитива я мог позволить себе Джек Беннилс, мой любимый, смешанный с ужасно вредной Кока-Колой. Но я люблю его именно с Кока-Колой. Два кусочка льда, два кусочек лимона. Кока-Кола это сахар. Очень большой процент сахара. Ну, опять же, поскольку это вот такое количество смешанное с виски бокал, то есть это весь алкоголь, который уже долгие годы... На самом деле я прошел все этапы. Начиналось все с десертных вин в молодости, потом был период уже классики сухой и белой-красной. Потом долгий период к коньякам, потом, как и положено с возрастом, гормональный фон позволяет ощутить уже прелести виски, напитков взрослых людей. Поэтому он сейчас из клетких напитков у меня, но в таком смешанном виде присутствовал. И пиво, мое любимое, не буду рекламировать, немецкое. Но в любом случае уже больше месяца, как я этого не делаю, находясь вот в этой самой изоляции. И могу сказать, что мне лично, вот моему сознанию, справиться с этим не представлено труда. За что, в общем-то, я себе ставлю хороший акцент. Да, ты молодец. Но по моим меркам, так это как раз наоборот соприкосновение с алкоголем было большим, по моим меркам. Вот, ну, учитывая, что я вообще к нему не прикасаюсь, для меня это было много. Не пугай наших зрителей, я вообще ягненок, я просто младенец в количестве потребляемого алкоголя. Тебе просто повезло не иметь дело с людьми, которые действительно алкогольны. Это правда, это правда. Знаете, даже я сейчас вспоминаю, в период, когда мы многоучительствовали, или они сейчас, для нас всегда было... Вот это насколько дома стоит бутылка с алкоголем. Это все практически осталось в Москве, но я тогда даже думала... Подарки. Да, почему? Я тогда думала, почему нам все время дарят алкоголь? Это традиционный подарок, он считается таким полуофициальным, достаточным для того, чтобы и доставить удовольствие тому, кому ты даришь этот подарок. Или поставить отметку. Да, или поставить отметку. Ну, там разные причины, но вы не станете отрицать наверняка, что это такие вот традиционные вещи. Для меня это всегда... У меня это никогда не вызывало радости. Вот честно, когда я получала подарок, для меня это... Если кто из учеников знал, что я не пью, то и слава богу. Ну, потому что обычно они считают, и правильно считают, мы считаем, что подаренная бутылка алкоголя – это надежный подарок. Да. Скажем так, особенно если это дорогой алкоголь, сразу говорит об особой степени твоего отношения к тому, кому она преподносится. Понятно, что есть женские сладкие условно, какие-нибудь там ликеры, не знаю, да, или там какое-то шампанское. Есть мужские, не знаю, там 18 лет выдержка или еще больше, или какая-то новая водка в особенной упаковке. То есть эти подарки, они, собственно, эта индустрия развилась настолько, что они дают нам большой такой вот спектр выбрать, исходя из собственного кошелька, скажем, повода подарки и персоны тому, кому это дали. А я помню, мне очень запомнился подарок один, он такой совершенно был простой, очень милый, и главное, он был еще подарен в тот период, когда я не занималась так серьезно питанием, но он меня прям тогда очень, очень мне прям было приятно его получить. Это когда, по-моему, в Новый год, если я не ошибаюсь, нам Ваня с Наташей, помнишь, корзину с фруктами подарили? Да. Помнишь, да? Да. Вот, и вы знаете, вот сколько уже лет прошло, мне до сих пор приятно вспоминать вот эта корзина с фруктами, Ваня Крылов, Наташа Смирнова. Вот какие молодцы, какая шикарная находка, потому что для меня это было лучше всяких алкоголей. Ну, я думаю, что да, это, что мои ученики просто решили таким образом сделать мне вдвойне приятным, то есть подарок, в общем-то, был адресован мне. Да, но пошли так нестандартным путем. Да, но пошли от отношения, да, тебя к этому. Конечно, нестандартным путем, и это было очень приятно, были хорошие фрукты, мы с удовольствием это все съели, и вот, представляете, столько прошло лет, а я до сих пор об этом вспоминаю, мне очень приятно было вот такой подарок получить. Итак, про алкоголь все-таки, почему вообще, по большому счету, почему нет алкоголя? Почему стало да в традиции человечества, и почему ты считаешь, что все-таки нет? Ну, скажем так, в общих словах он действительно разрушает клетки в организме, он действительно влияет на клетки головы, клетки мозга. Он действительно вмешивается серьезно в процессы, которые проходят в организме, с негативными последствиями. Мы, как правило, это не чувствуем. Ну, мы чувствуем интоксикацию, но обычно люди чувствуют, я говорю так, мы обобщаем, да, смело, хотя я совсем туда не отношусь. Но люди обычно чувствуют интоксикацию, которую они называют на следующее утро, как она там? Батуна. Батуна. Да, батуна. Да, это как раз процесс интоксикации проходит, то есть выброс большой токсинов, много отравляющих веществ, которые мы так весело рассказываем, кому как было плохо на утро, кто выпил рассольчик и там нейтрализовал как-то, и как он от этого отходил в связи с алкоголем, из-за того, что это еще и дурман, конечно, ну, в связи с тем, что он все-таки влияет на клетки мозга, это же не просто так. Много всяких веселых историй, особенно в молодое время, потому что и сегодня для молодых людей до сих пор считается, что если я уж начал пить, и уже родители меня не останавливают, и они не корректируют то, что я ем, что я в рот кладу и что я пью, то я уже вздрогствую. То есть, верно, извини, то есть это, во-первых, грань или уровень, рубеж взросленности. Второе, еще по большому счету алкоголь в принципе употребляется, по себе могу сказать еще по молодости, ну, как говорят, чтобы расслабиться. То есть алкоголь расслабляет. Что значит расслабление? То есть он отключает какие-то контрольные центры в нашем сознании, снимая наше внимание, то есть переключая наше внимание с какой-то там, не знаю, важной задачей или проблемой, которая в голове есть, которая обычно каким-то способом мучительно у нас действует или кажется нерешаемой, то есть концентрирует нас на себе настолько, что мы начинаем себя плохо чувствовать, поэтому надо расслабиться, да? Да, но это расслабиться с какой ценой. Вот вопрос какой-то ценой. Мы о цене вообще ничего не знаем, не знаю, то есть мы совершенно несерьезно относимся к тому, что с нами на утро происходит, так вот посмеявшись, а потом еще раз произошло. Извините, можно сказать, что если меня беспокоит больной палец, вот у меня беспокоит реально пуговицу не могу застегнуть, да? Ну, можно, да, да. То самый простой способ взять просто и отсечь его, да, и вообще решить эту часть тела. Ну, или вынести, например, вынести. Как отсечь его, все, то есть у меня вообще никогда больше в жизни этот конкретный когда-то палец на этом месте болеть не будет. Вы знаете, я хороший пример определяю, в том смысле, что цена, да. А цена, вы отсекаете мозги в перспективе ближайшей, то есть вот действительно такие процессы происходят, которые влияют на состояние мозгов. То есть мы начали с пальца, подошли к голове. И здесь, как бы это не звучало смешно, прямая связь. Поэтому. Ну, понятно, что воздействие алкоголя и вот это вот расслабленное состояние, это отключение, это эйфория какой-то. То есть понятно, что это реакция нашего мозга. Да, да. Что с ним происходит? Понятно, что она не решает проблемы совершенно. Понятно, что она решает, она всего лишь обтягивает это до утра с еще большими последствиями. То есть проблема-то все равно не решает. Я хочу, как я не буду сейчас рассказывать химию, что с ним происходит. Я просто хочу вспомнить эту лекцию. Эта лекция меня просто покорила своей простотой объяснения в ретах алкоголя, о котором слышал с детства, при этом позволял, я же его не чувствую, или немножко. А тут просто конкретно было сказано, что имейте в виду, когда утром после принятия алкоголя вы идете в туалет, то в унитаз сливаются ваши мозги. Вот я прям эту фразу запомнил теперь, наверное, уже навсегда. Потому что отмирание клеток от воздействия алкоголя происходит в мозгу, то есть нарушаются их связи. От этого, собственно, и происходит потеря контроля сознания, то самое эйфория или расслабление, о котором мы говорим. То есть у человека с координацией становятся проблемы, с речью начинают быть проблемы. Это потому что гибнут клетки от воздействия алкоголя в сознании. Если принять много, их погибнет много. Дальше. На утро, круто уточнили, после этого организму нужно себя очистить. Нужно очистить. Поэтому голова накачивается большим объемом жидкости из тела, туда направляются этот объем жидкости, для того, чтобы вымыть эти мертвые клетки. Это вот, ребята, ситуация, как в лекции было сказано, болящей утром головы. Потому что ее раскалывается голова, потому что в нее сейчас идет огромная закачка объемов жидкости для вымывания этих мертвых клеточек нашего мозга. А после того, как они оттуда этой жидкостью вымылись, понятно, что через мочи и струкательную систему, они уходят в унитаз. Вот что имелось в виду буквально в объяснении этого профессора. Меня Ленин даже сейчас удивил, что он эту лекцию слушал очень давно, я давала ему давно, потому что я кому-то из клиентов ее тоже давала. И вот она сложилась в копилку. Ну, собственно, как, наверное, многие из вас, вы находитесь сейчас в такой ситуации, когда у вас вот эта копилка накапливает информацию. И как только она будет полна, так вы будете готовы принимать какие-то решения в этом направлении. А до момента, пока это не произошло, конечно, мне очень хочется это всегда ускорить, но я понимаю, что люди есть люди, и вот эта копилка, она у каждого разного размера, и каждому требуется больше или меньше информации о том, почему это плохо и почему это нельзя. А немножко? А как насчет немножко? Ну, чуть-чуть. Это, знаете, как немножко беременная. Я, конечно, такой банальный пример привела, но я просто часто вспоминаю о том, что когда последние сроки беременности уже, и нужно контролировать свое состояние, чтобы не получить отеки, я помню, что доктор говорил, исключить соль. И я помню, что практически все пациентки говорили, ну, я ем соль им очень мало. Вот очень мало ем. Ну, что я ее ем? Ну, а я когда ей не солю еду? Ну, никто не задумывается о том, что практически все в супермаркете, что мы относим, что я отношу по моим меркам к корму, оно обязательно содержит соль. Хлеб содержит соль. А консервы тоже содержат соль. Вот вроде бы она там не должна быть, она там тоже есть. То есть, очень во многих продуктах, и вы даже когда готовите что-то дома, вы очень часто можете смешать, например, для приготовления там сырников, и соль и сахар. Мы подсалимся, хотя мы вроде сладкий продукт готовим, но мы соль и сахар. Ну, соль, в общем-то, нам не страшна, на самом деле, она нам нужна. Я привела такой пример, что значит немножко, я почти ничего не ем. Или, как Леонид говорил раньше, я же не пью почти ничего, но чуть-чуть я там выпью немножко за ужином, что-то. То есть, это, я, например, его никогда не видела в состоянии опьянения, чтобы он был не в себе, там как-то такого не бывало никогда. Молодец. Да. Но, на самом деле, это немножко не бывает. Это как, знаешь, немножко попью я, да. То есть, вот, я так вот, если на грани выходить, как Леонид любит делать, на грани выходить, вот это то же самое, что я, ну, я немножко попью я, да. Я его немного пью, мало. Ну, чуть-чуть. Ну, то есть, нужно принять просто, да, нужно принять решение. Да, алкоголь – это яд. Да. И это как бы не просто постерная такая, да, на плакате традиционное воззвание. Это факт. Это факт, да. Вы, конечно, можете меня отослать сейчас сразу назад по дороге истории и сказать мне, что, ну, как же, вот есть там вина. А что такое, а домашнее вино, например? Можно же его пить? Нет. А вообще, процессы брожения. Вот я тебя там на эти сердцевые винограды позавчера, я говорил, ведь брожение продукта, брожение винограда – это природный процесс. Поэтому, если природе Богу такое угодно, то почему в таком случае нужно считать, что это будет плохо? Дело все в том, что у нас очень своеобразное представление о том, что Богу угодно. Мы в этом смысле можем только гадать. Мы в силу того, что я уже говорила о том, что человек ограничен своими человеческими инструментами, восприятием человеческим. Везде применимо вот это слово человеческое мышление, человеческое восприятие, человеческие чувства. Это слово не стоит забывать, его стоит всегда вставлять, когда мы говорим относительно людей, и системы, в которой мы живем. Ну, кто как это называет? Он называет Богом, природой, еще как-то. Эта система. Да, да. То, что нас окружает, мы в нем. В чем мы, мы, конечно, пытаемся, и наука у нас развивается, мы, конечно, пытаемся больше понимать, больше знаний иметь о нас самих и о том, что нас окружает, но, к сожалению, мы действительно ограничены вот этим нашим человеческим во всех наших действиях и во всех наших взглядах. Как это бы не грустно звучало? И, наверное, кто-то из ученых мне скажет, нет, мы можем там. Но ученые и должны так говорить. Они должны именно так подходить, что если они будут подходить с идеей ограниченности к тому, что они исследуют, то они, конечно, ничего не откроют, потому что они должны как настрой иметь то, что мы выйдем за какие-то пределы, и тогда они смогут сделать открытие. Ну, просто очень часто почему-то в популярных объяснениях или в популярном понимании наук вот это вот победить природу, помните, Мичуринское там и других, почему-то подчинить себе, всегда предполагало вот это выставление себя в главенствующей роли высшей природы. Забывая, что любое открытие, которое мы делаем в нашей жизни, это всего лишь природное открытие, это открытие очередного природного же рубежа, который просто до сих пор нам был недоступен. А теперь мы дошли своими мозгами до возможности его осознать. Итак, все-таки, почему брожение, естественное брожение, скажем, того же винограда или, не знаю, какой-то злаковой культуры, из которой получается алкоголь, почему это для нас нехорошо? Ты мне тогда на винограднике сказала, что это хорошо для переработки ягод. Но не для еды, да. Для того, чтобы они, опять же, это природный процесс брожения, природа ягод уже в землю опять, в перегной, в удобрение, в этот природный цикл. Да, 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 да. Природный цикл, очень важная вещь, потому что все, что упало на землю, оно все туда и возвращается. Как раз через вот эти вот брожения. Но когда это постоянно происходит в организме, а у вас в организме это постоянно происходит, вы это можете замечать, и процессы брожения, и процессы гниения, когда вы идете в туалет, вы сразу, ну, скажем так, в период до похода в туалет вы можете у себя зарегистрировать. Моменты брожения, когда вы туда пойдете, вы можете полную картину о том, что происходит процессы гниения получить. Вот, поэтому ни тот, ни другой вариант нам здоровья не добавляет, совершенно не должно в организме. мы не должны добавлять туда извне еще к тому, что мы не имеем с неправильной едой. Ну, надо сказать, что, конечно, наша традиционная еда, она, ну, в силу того, что она долгое время с нами, мы кушаем таким образом долго, она повлияла на микробиом, на микрофлору, микрофауну даже, нашего желудочно-кишечного тракта, полного, только кишечника. Вот, с выработкой определенных микроорганизмов, которые должны помочь в переработке пищи, которую мы им поставляем. А другие микроорганизмы, для нас считаются патогенами, они не все патогенные. Вот, к сожалению, вот сейчас такая точка зрения, что, да, с патогенами нужно бороться или что-то с ними делать, когда их вдруг становится больше, чем они незаметно. Давай мы вот так мягко, аккуратно сейчас перешла к кишечно-кишечному тракту, к организмам нас населяющим, и вот через призму этой пандемии, этого вируса, скажи свое отношение к тому, как мы должны, как мы вообще относимся к вирусам, как они относятся к нам в норме. Ну, что такое вирусы? Да. Да, все, все. Ну, и макро в том числе, но мы постоянно с ними в некотором обмене находимся. Они, очень много их внутри нас, вообще мы все, можно сказать, кишмя-кишинами, они же и снаружи, и кто-то проходит и уходит, кто-то остается, кто-то остается и чем-то нас поражает, а кто-то остается... А кто-то в симбиозе, да? Да, да, симбиоз это как раз вот взаимовыгодное сотрудничество, оно с кем-то мы находимся в симбиозе, а кто-то паразитирует на нас, так как мы на природе вообще паразитируем, просто безгранично. Я даже... Мы никогда себя не относили к природным паразитам, но это так. Вот. Поэтому вирусы, в общем-то, я отношусь к ним спокойно, с интересом, и могу сказать, что вирус все-таки нам задает, вот если взять вот эту ириновирусную инфекцию, она задает нашему организму некоторую тренировку, необходимую, для того, чтобы организм очищался. Вы знаете, что я могу сказать вот по статистике моих пациентов, потому что я много работаю с людьми, которые в той или иной форме перенесли онкологию, или сейчас в данный момент переносят ее. И я могу сказать такое наблюдение свое интересное, что очень многие, даже большинство подавляющих людей, они говорят о том, что для них это удивительно, почему так случилось, ведь я никогда не болел, говорят они, ведь я был всегда здоров, я был всегда крепкий иммунитет, и даже там ОРВИ, там простудные заболевания любого рода ОРЗ, были совершенно для меня редким явлением, и ничего особенного за всю жизнь со мной не случалось, и вдруг бабах, у меня случился рак. Он как раз говорит о том, что не было достаточно за время до рака вот этого периода вот этих вот чисток, очисток, которые вызываются вирусами как раз. То есть жить без болезней, это не есть хорошо. Да-да, очень хороший момент, потому что люди обычно стремятся жить не болея. Ну, по крайней мере, да. Да, это считается как показателем здоровья, это отсутствие болезни. Ну, как правильно, обычно я говорю, что болезнь, болезни рост. Есть болезни, которые тяжелые нас калечат, а есть болезни, которые нас тренируют. Ну, сюда вот я ОРВИ бы как раз и отнесла болезни, которые вызовут сильный насморк, болезни, которые вызовут кашель. Что это буквально значит? Насморк, кашель? Буквально, да, вот буквально значит, что насморк, выходит слизь из организма, которая на самом деле вытаскивает не только то, что развилось в связи с тем, что там вирус начал действовать в организме, да, а и то, что в здоровый период как слизь там отложилась. Вследствие еды, воздействие других вирусов, которые через нас прошли незаметно, тоже свой след оставили, а мы этого не в курсе, не знаем. Которое что-то закрывало, что-то накрывало. То есть в теле все равно. Создавалось следует для развития чего-то другого. Да, можно понять, что живой организм, он таков, что он в любом случае, даже будучи в здоровом состоянии, но это всегда субъективное состояние, мы на него тоже, конечно, ориентируемся, когда работаем с пациентами, но это субъективное состояние, мы об этом не должны забывать, потому что когда вы скажете, что я здоров, никогда не болею, я здоров как бык, и так далее, в этот момент, прямо в этот момент у вас все равно идут процессы утилизации ненужных веществ, утилизацию не всегда наружу, а иногда это так и задерживается в организме. То есть организм в этот момент, пока мы умничаем, он работает в своем духе, и он что-то использует как полезное, что-то бесполезное выводит, что-то не удается ему вывести, что-то вызывает накопление слизи, которое сейчас, потому что вы здоровы, она не выходит. Она выйдет тогда, когда в организм попадет очередной вирус и устроит вам очередной насморк, как он в момент, например, для вас, ну, когда вы наиболее восприимчивы к тому, чтобы он начал там что-то делать, вот, и он начнет вот с этим насморком, он вызовет насморк, который, конечно, в первую очередь по его причине начался, но он в том числе и потянет за собой вот эти залежи, которые мы, ну, не чувствуем в здоровом состоянии, хотя они, я говорю, опять же, они постоянно накапливаются в здоровом состоянии в организме. То есть нужны, скажем так, периодически, как мы убираем квартиру, я правильно понимаю? У нас всегда двухразовая уборка в квартире, да? Я уже не говорю о том, что у нас всегда открыты окна, что спим мы всегда с открытыми окнами, мы и дети. Вообще для нашей семьи вот эти вопросы гигиены, которые сейчас так остро стали для всех, они для нас на самом деле всегда были нормой. Чему Верочка приучила наших детей? Первым делом заходя в квартиру, с улицы мыть руки и переодеваться. То есть одежда, в которой вы были там, то есть вот коридор в квартире, это как та самая вот тамбур, сейчас показываю эти вот инфекционные больницы, вот этот вот тамбур между зеленой и красной зоной, в которой происходит переодевание. Идя туда, снимаешь обычное, одеваешь защитное, возвращаешься с красной зоны, снимаешь защитное, одеваешь обычное, то есть у нас есть одежда для улицы, всегда у всех, у нас есть одежда для дома, и есть одежда для сна. И это не просто потому, что так модно, я себя вспоминаю раньше, до встречи с тобой, ну, такого вот разделения буквального, таким пониманием у меня не было. Я мог прийти в джинсах и до вечера проваляться на диван, не знаю, одеться пледом, особенно детям там, перевернуться через диван, посидеть в кресле, поужинать, ну и так далее, то есть и переодеться только ко сну. А то и не переодеться, значит, что-то меня ломает. А и не помыться, да? А и не помыться душно пьянть, например, да. То есть вот с этим человеком все стало на свои места. И теперь мне абсолютно понятно, мне понятно главное, почему это нужно делать. Да, друзья, гигиена – это важный очень момент. Я очень в этом смысле щепетильна, и я очень рада, что мне удалось приучить детей, вообще мою семью настроить на этот лад. Конечно, я вижу сейчас, особенно живя в Европе, когда люди там заходят и пошли в ботинках, ну, улица вроде не грязная, ну и пошли в улове дальше, по квартире. Но я не хочу перестраиваться на такой лад. А еще в воздухе очень много всего газов. Вот я почему, когда я говорю о растениях, говорю, что не нужно собирать растения вдоль дороги, хотя они могут выглядеть красивыми. И вот они только распустились, береза только пустила почки. Ой, почки, да, и листочки только первые. Они вроде бы еще чистые, они выглядят так для нас, но они уже напитались из воздуха газом, и пылью, и пыли очень много. То есть это все у нас заседает и на одежде, и на волосах, вот что мне очень приятно, что у меня в связи с платком, конечно, мне проще, у меня чистые волосы очень долго. Я помню, как Юрочка отметила такую чисто вот утилитарную пользу ношения платка покрытой головы. Она говорила, что раньше ты мыла голову раз в два дня буквально при длинных волосах, то сейчас раз в неделю. Ну то есть действительно волосы, ну все знают, что волосы впитывают запахи, но они также впитывают грязь. Почему сегодня очень много комических ситуаций, таких я вижу в интернете фотографии, когда, например, человек, а сегодня очень модно борода и люди очень много с бородой, хотя, знаете, борода это для меня, по крайней мере, символ мужественности такой, который, я не знаю, забьет дикого с двери, но сейчас это больше с кремом для рук как-то ассоциируется, не знаю. Ну да, с утонченной, с манитированной пальцем, с тонкими пальцами, да, и с бородой лесоруба. Это, конечно, жал. Или с брюков, как мы с тобой всегда не можем понять, да, вот эти вот обтягивающие практически колбутки мужчин, да, и, в общем-то, это совершенно для нас это очень отдельная тема. Не мое время сейчас, у меня проблема купить себе джинсы не обтягивающей формы. Продавцы в магазинах разводят руками, пожимают мячами, говорят, вот все модели, все модели такие. Линечка, я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. А начали мы с общих рекомендаций, которые я вам собиралась все сегодня огласить. Первые две я уже обозначила. Первая была разобраться с алкоголем, а для уже стоящих на этом пути просто прекратить пить алкоголь в любом виде. Вторая рекомендация была по поводу сладкого. Это не просто ограничить сладкое, а настолько серьезно ограничить сладкое, что, наверное, в сознании человека это будет практически себя его решить. Наверное, это искусственное сладкое. Искусственное, тяжелых сахаров, конечно. Фруктозу вы все равно будете получать из овощей фруктов. То есть фрукты, не знаю, феники сладкие. Да, феники вам покажут. Как только вы ограничите поступление тяжелых сахаров в ваше тело, вы, конечно, совершенно по-другому начнете чувствовать вкусы. Это совершенно перестройка пойдет вкусовая. Поэтому я, ну, это вот важный момент. Ну, просто сахар, тяжелый сахар, его избыток сейчас в организме, к сожалению, он очень влияет на состояние здоровья, он очень влияет на возникновение и развитие заболеваний, которые, может быть, даже генетически заложены. а такое поступление сахаров тяжелых, оно, в общем-то, может пусковым механизмом служить. Ну, и я хочу все-таки сюда, в копилку, третий пункт обозначить. О нем тоже вы будете думать. И он тоже такой, требующий неоднозначного подхода. Это мясные продукты, особенно переработанные мясные продукты. Я, в общем-то, когда говорю о мясе, я имею в виду мясо, которое уже приготовлено каким-то образом для нас. Я не имею в виду мясо только что забитого животного, из которого свеже сделаны шашлыки, например. Но такой у нас возможности нет, если кто-то специально не живет рядом с фермой. Ну, и здесь уже этические моменты встают, которые тоже мне не чужды. Я, в общем-то, считаю, что это не полезный продукт. В целом, его можно убрать. Но, если вдруг внутри что-то еще восстает против этой идеи, недостаточно аргументов или там недостаточно информации обычно, я советую все-таки распрощаться с колбасой. Когда мы приходим в супермаркет, у нас огромный отдел колбас, и мы всегда проходим мимо. Там такое изобилие всяких копченых вкусностей и прочего. Чего? Но я могу сказать, что после отказа от этой части продуктов моя жизнь не изменилась вообще в худшую сторону, а напротив. Вкусовые горизонты расширились. И оказалось, что как много всего другого интересного. Я могу сказать, просто по своему личному опыту, я правда подошла к этой мысли очень осознанно, очень взвешенно, не с бухты-барахты, а уже обладая информацией, которая вселила в меня достаточно уже убежденность для того, чтобы этот шаг сделать. я могу сказать, что я несколько месяцев наверное, как совсем с мясом распрощалась и совершенно не чувствую недостатка в нем. И совершенно при встрече с ним в ресторане или где-то совершенно спокойно могу на него смотреть и ничего у меня внутри не шевелется. Но опять же, наиболее вредным из мясных продуктов являются полуфабрикатные продукты, приготовленные уже там копчености и прочее. То, что уже подготовлено, переработано там на фабрике, как это называют мясные комбинаты, вот это в первую очередь. Если вам тяжело совсем уйти с вредных этих продуктов, ну с мяса, да, скажем с мяса, тоже большая тема на самом деле, я предвижу, что может быть много вопросов и по ней, как и по алкоголю, как и по сладкому. Вот, ну я обычно говорю, называю это не просто мясо, а мясомолочные продукты, так вот с прицелом на дальние и молочные продукты, потому что там и животный белок тоже находится. Это не значит, что нам он не нужен, он совершенно для нас приемлем, например, в виде там сливочного масла или там, не знаю, домашних сметан, там или там чего там, совершенно возможно, это не будет ужас никакой. Вот, но от магазинов йогуртов и от магазинов молока абсолютно всего, к сожалению, абсолютно все молоко, ну, оговорилась, магазинов любого, любого, магазинов в том числе, просто магазин предоставляет продукты для нас в более удобной форме, мы их можем долго хранить, они у нас всегда под рукой, мы запаслись, мы как бы сделали запасы, вот, и они у нас, а на самом деле для нас это наиболее неправильная форма приятия таких продуктов, более того, для их вот такого приготовления, чтобы они долго продержались, вы же сами знаете, может быть не все, но все-таки что-то, о том, что в них добавляется, ну, много всего, что телу нашему не нужно, что сыграет в дальнейшем плохую роль, помните, я говорила о хороших врачах, хороший врач, он должен смотреть на 10 и больше лет вперед, со своим назначением, что он рекомендует своему пациенту, вот точно то же самое, когда вы что-то кладете в рот, я понимаю, что мы живем сегодня, и на самом деле психологи очень призывают жить здесь и сейчас, а мы с вами, потребители, мы так легко смешиваем понятия, мы играемся понятиями, играемся, притягиваем одну за уши к другому, и мы можем легко перенести из одной области в другую что-то, да, и прийти в магазин и сказать, а я хочу жить здесь и сейчас, и сегодня, и поэтому я пойду и наемся вот этого, то, что мне хочется, вот, поэтому я призываю вас быть более осмотрительными и внимательно изучать, можно ли сказать, что те добавки, которые продлевают жизнь продуктом в наших магазинах, укорачивают нашу, абсолютно точно укорачивают нашу, да, да, можно так сказать, можно так сказать, я могу сказать, что, конечно, не все добавки, так вот единогласно, мы можем сказать, что они плохие, многие названия просто нам непонятны, они обозначают под собой вполне такие, может и безобидные вещи, есть такое, вот, но всегда в приоритете будет продукт, так в том виде, в каком он в природе вырос, это всегда будет желательно для тела, это будет естественнее для тела, естественная форма, да, вот, в каком тело это усвоит, ему потребуется меньше сил, меньше ферментов, ему потребуется другие, другой состав микрофлоры, возможны для того, чтобы переварить этот продукт, который не сразу перестроится под свежие продукты, но я очень рекомендую все-таки в эту сторону начать смотреть, вот, я пока остановлюсь на трех этих рекомендациях, мясо-молочные продукты, алкоголь, алкоголь на первом месте, сразу скажу, да, он как раз испытание силы воли, потому что, если вы не смогли от алкоголя отказаться, то, собственно, от мяса и молока можете дальше не отказываться пока, вот, то есть, все очень связано, все равно не получится, да, но все равно вы будете просто с другой стороны загрязнять свой организм, что еще имеет смысл, что мы не успели сказать на этот раз? Пожалуй, все, пожалуй, все на сегодня, да, а мы уже до следующей встречи с вами прощаемся, в следующий раз мы с удовольствием с вами встретимся, пожалуйста, мы ждем ваших отзывов, ваших комментариев, для нас важно, что вас интересует, какую бы мы информацию могли полезную вам еще принести, мы с удовольствием это сделаем. Да, еще хочу сказать, что это очередную программу нашего познавательного цикла «Искусство быть собой» мы решили назвать «Вперед в прошлое». Известный фильм «Назад в будущее», но мы вложили в этот смысл, что мы идем вперед, мы движемся, но путь, который, как нам кажется, будет более эффективен и полезен для нас, это как раз возвращение к прошлому знаниям, традициям, основанным на этих знаниях, связанных с природой, на осознании себя как части природы, при всех технологических, современных, научных и так далее, открытиях, при растущих возможностях человечества влиять на, в том числе, природные процессы, но мне лично кажется, что черта, к которой мы сейчас подошли, в том числе, через призму технологий, опасная черта, и заходя за нее, получила инструмент, да, внедрение уже, что называется, в природный божий промысел, человечеству нужно очень-очень и очень сильно, думать, совершая каждый следующий шаг, мы подошли к таким тонким материям, к материям, настолько сильно, могущих изменить нашу жизнь, как вида в природе, что с непредвиденными последствиями, опять, или, по крайней мере, когда мы говорим о будущем, заметьте, и сейчас это особенно актуально, есть время смотреть в этот ящик, и поднимать фильмы, и в интернете полно рекомендаций, и заражения, и 2012, и многое, можно перечислить названия этих фильмов, этих фантастических, и Орелла, они все не о хорошем, ребята, это будущее, не о хорошем, мне все время вспоминается, что-то анекдот, очень такой, один из моих любимых, когда встретилась компания, один говорит, знаете, ребят, вчера был на концерте, группой, гости из будущего, все говорят, ну и как, ну и как, вы знаете, говорит, хреновое у нас будущее, вот мы сегодняшние, глядя на эти фильмы фантастического завтра, к сожалению, получаем, иногда они, увы, очень точно сбываются, о чем сейчас тоже многие говорят, это, собственно, дать должное гению этих самых фантастов, писателей, которые на том уровне, на том времени, на той информации, когда они эти свои произведения писали, смогли так уже проанализировать, так предположить, и так точно заглянуть в это самое будущее, что, честно говоря, мурашки по телу, поэтому, если мы хотим на этой планете жить, если мы хотим жить с этой планетой в мире, лучше смотреть фильмы типа Аватара, где побеждают как раз те, кто в миру с природой. Где наши побеждают. Где наши побеждают. Спасибо за внимание сегодня, мы будем появляться теперь регулярно, и будем делать наши эти встречи, в отличие от всех, которые прошли до сих пор, четырех нашего цикла, где мы встречались в зале вживую, и поэтому формат был двухчасового общения. Сейчас перенасыщенная интернет, новостная лента, время, и поэтому такой формат вам явно не пойдет, но может быть только некоторым близко знакомым с нами, а так, в общем-то, нужны короткие флеши, впрыски, поэтому мы будем не будем вас витамлять, но будем очень проводить. Мы постараемся делать эти наши встречи сейчас более короткими, компактными, но такими. То есть тема будет одна, но несколько эпизодов. Спасибо, и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова